Наконец-то! Нет, подожди-ка. Я же должен начать как-то... А там же... Наконец-то этот день настал, ребят! Блин, как я этого долго ждал! Столько терпел вообще! Вот просто вы не представляете! Альбом ACF Rocky Testing. Я его очень долго ждал, и у меня не получилось его прослушать, когда он вышел. Я его не стал слушать, дабы... Ну, типа, надо же записать прослушку. И... Он... Когда он вышел-то? Он вышел 25 мая, я его до сих пор не слушал, уже недели больше прошло. Вы представляете? Так что давайте уже слушать и знакомиться с этим альбомом. Я надеюсь, он не хуже предыдущего, и я надеюсь... Да, я не надеюсь, я уверен, что эти брюки меня порадуют. Все, давайте слушать что же это рекордс. Ееееееее... Он просто вот так вот взял и снял. Как я его обожаю, а? Вот ACF я слышал до этого, да? Но я его слышал без T.I. Интересно, какой он. Потому что подлиться здесь, что-то как-то... Уже изменения. T.I. Ай-ай! T.I.P. T.I.P. Из любимых рэперов моих. И все? T.I. Ты где? Блин! Короче, это очень крутой трек. Посмотрите клип на эту песню. Он просто шикарен по монтажу. Я... Я оторвать глаз не мог. Я несколько раз этот клип пересмотрел. Ееееее... Нормально. Круто зашел. Тони Тон. Эй. Диди. Тоже... Олдгутчик такой. Еее! А чё? Диди-то он будет не читать или как Ити Айн? Рокки настолько охерел, что ли? А чё творится, а? Чё творится? Fox Lip. She got twigs. Twigs. Охеренно! Не паритесь, чуваки. Не курите вообще. Ничего не употребляйте. Просто слушайте хорошую музыку и всё. Ну давайте, где twigs-то? Видели бы вы это? Офигеть! Аааа! Круто как! Офигеть! Чё это? Золотое кольцо? Кадыша бы какая-то там? Бабкину может ещё. Офигеть, клёво! Ааааа! Рааа! Ну, сэмпл реально какой-то странный. Сюда быка дошивого. Золотое кольцо. Широка река, глубока река. Не доплыть тебе с того бережка. Ну чё за типы этого, ребят? Ну, нет. Вообще, зао очень крутое. Просто сэмпл какой-то странный. А так, трек клёвый. Не доплыть тебе с того бережка. Круто. Cold Drops. Кодек Black. Ну-ка, давайте-ка. Это как интро, короче. Ну, понятно, короче. Странно. С первых секунд просто, просто, чуваки. Всё. Странно не написано, с кем этот трек. Guns and butter. Hey, brother, man. Frenchman, done. Hey. Какая-то часть как будто полегче пошла, да? Кикольно. OG Beeper. Чонтва, Рита, да? Какой прикольно. The kids turn out fine. Так, ну, меняются настроения. Просто жесть. Нельзя было просто так сделать. Надо было уменьшать тональность. Окей. Сейчас у меня пока такое ощущение, что, ну, первая часть альбома, она всё-таки покруче. Вторую как-то тяжело слушать. Человеке, у меня села зарядка, пришлось поменять. Слушаем дальше. Пожалуйста, ничего не трогай. Вот всё как идёт. Пока нормально. Вообще, ну, напоминает с чем-то Excuse Me некоторые треки. Excuse Me. Помните вот это? Блин, Рокки тебя чё, накрывает там или чё? Чё, почему опять? Чё, отпустило так быстро? Интересно, на какие треки он снимет клипы. Очень будет интересно посмотреть на The Shine. Praise the Lord. Со скептой. Так. Сейчас мы опять куда-то улетим, походу, как в LSD. И по-любому тут опять настроение сменится. Короче, и тот, и, ну, предыдущий, и этот трек напоминают Excuse Me и LSD вместе. Вообще, другая тема просто пошла. Меня не перестают удивлять зарубежные рэперы. Что, твою мать, происходит здесь, а? Ты серьёзно? Так невозможно. Как так слушать можно это всё? Один-два раза можно поменять звучание, но несколько раз, вообще, в нескольких треках. Я не знаю, надо будет переслушать всё это дело. Это, короче, был один из долгих треков. Black Ducks, White Collar. Black Ducks. Все, не трогай тут ничего. Все офигенно. Офигенно все, Раким, не надо ничего делать. Оставит всё как есть. Ну и мы переходим к последнему треку. Purity. Совместная работа с Frag Emotion. Об альбоме я скажу после кратца, я надеюсь. Потому что прослушка, походу, будет очень длинной. В общем, Фрэнка Ошена очень мало. И то, что он здесь ещё читает. То, что у него здесь куплет. Это очень круто. Это больше трек Фрэнка Ошена. А не Есипа. Я просто в шоке. Я, конечно, почитаю ещё об этом альбоме. Но мне кажется, некоторые треки вообще, в принципе, не обязательно были. Как типа Cold Drops. Вот. Ну и всё, в принципе, песня заканчивается. Такая тоже очень спокойная, своеобразная. Ну что, вот и подошло это прослушивание к концу. Я, скорее всего, буду по жести вырезать всё это видео. Потому что, ну, где-то 50 минут уже просто я записал. Это, прикиньте, мне всё это сейчас обрезать, вырезать. Вот. А что хочу сказать по поводу альбома. Он очень разный. То есть, то, вроде бы, легко-легко всё. Потом так, жук, мрачно становится. Опять легко-легко. Там как-то драйва у Качёва опять нас спускает. Вот, ну, вот так вот, короче, нас поднимало, спускало, поднимало, спускало. Вы видели, какое у меня было настроение хорошее. И видите, какой я сейчас, ну, не такой счастливый. Поэтому, ну, меня это как-то удивило. Даже, может, немножко расстроило. Но, в принципе, это, опять же, мои проблемы. То, что у меня были какие-то ожидания. Я просто пока не понял всего этого дела. Но надо почитать рецензии вообще на этот альбом. Потому что мне очень интересно. Надеюсь, вам какой-то трек понравился и зашёл. Поэтому, если да, это так, то ищите этот альбом и так далее. Всё, короче, не хочу больше ничего говорить. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ждите прослушать. Скоро ещё будут. Вот. Ну и всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Check it out.